Что случилось за это время в мире и со мной? Итак, здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Я какое-то время не появлялся, и на это были причины, на самом деле. Дело в том, что просто я перенес операцию, и у меня был немножечко испорчен, во-первых, имидж. Я выглядел очень смешно, как хомяк, тот самый сирийский. У меня была температура, в общем, это было не очень хорошо. И это произошло в субботу, там у меня и температура была, и прочее. Поэтому я не выходил так долго на связь, но был в онлайне, пытался отвечать что-то в меру своих сил. И вчера, например, да, было открытие биржи, и все в ужасе. Я просто, ну, буквально у меня телефон разрывается, постоянно все звонят, постоянно спрашивают. Мне просто вот, ну, невозможно буквально оторваться. И я даже не знаю, что делать, потому что надо отключать телефон, что ли. Вот, а что случилось? Ну, вы знаете, что очень сильно начала валиться нефть, и все в ужасе, куда я не зайду. И не просто люди, которые, там, ну, близки к фондовому рынку, а простые люди. И вот мне звонят люди, говорят, там, из Брянской области. Послушай, Юра, что делать? Родители пожилые боятся, что... Блин, ребята, боятся, что будет дефолт, будет динаминация, не знаю что. Хотят забрать деньги из Сбербанка и положить их на брокерский счет, купить валюту. Блин, что посоветуешь? Потом звонит дедушка из Анапы, говорит, слушай, я пытаюсь поставить... Продал нефть, не знаю, что делать, у меня тут запятая не ставится, какие-то вот глупости такие полные. И я ему объясняю, как поставить запятую в заявке. Ну, а нельзя не помочь человеку, потому что он деньги вложил, а, так сказать, как бы не умея вообще ничего. Он купил у меня биржу для чайников, но не разобравшись, он просто полез и решил, что он начинает уже торговать. Ну, ребята, ну не начинайте, я его умолял, я ему говорил, не делай этого, не делай. Я говорю, начни с облигаций. Какого хрена полез в нефть? Ну, опять же, курс по опционам введу. Главная нить, которую я рассказываю, ребята, блин, прежде чем вы начнете что-то делать, разберитесь до конца, когда вам будет все понятно, разбирайтесь. А тут, ну, я не знаю, я просто вот в ужасе того, что творится с людьми, что люди делают. Захожу сегодня в типографию к коллегам, сидит и смотрит. Юра, что будет? Нефть – отрицательные значения. Нефть – отрицательные значения. Кто-то говорит, нефть – минус 2, второй говорит, нефть – минус 20. Я смотрю на рынок, на графики. Где минус? Я не понимаю. Я захожу на биржу. Нефть стоит 20 долларов. И я всех успокаиваю. Я говорю, слушайте, ну, не верьте. Я говорю, где ты смотришь? Майлору, Рамблер. Я говорю, ну, как бы иди, купи там нефть, так сказать, за отрицательные значения. Согласись купить, вам тебе заплатят. Нет, а что делать? И вот так постоянно. И смотрите, у людей возникли массовые психозы, массовые страхи. И они их муссируют. И люди ищут и находят, самое главное, естественно, то, что они ищут. Они ищут свои страхи, что нефть – отрицательные значения. Пожалуйста, вы хотели отрицательные, пожалуйста, вот вам отрицательные. Вы хотите, что доллар будет скоро стоить 200 рублей. Вы найдете такие сообщения. Ну, не будет этого, ребята. А некоторые спрашивают, наоборот, а какие акции покупать? Ну, не знаю я пока, какие акции покупать. Сейчас период турбулентности лучше не дергаться. То есть, вообще не дергаться. Не покупайте ничего, изучайте что-то новое. Ну, например, курс биржа для чайников. Почему? Потому что любой кризис, он когда-то закончится. Чем он закончится? Он закончится перераспределением ресурсов. Однозначно. Вот это я точно могу сказать. Какие ресурсы и куда будут перераспределяться, ну, это будет известно потом. Но, кто понял вовремя, куда пойдут движения, тот окажется на высоте в будущем после вируса. Кто-то безгранично верит в доллары. Сейчас печатают доллары. Люди говорят, может быть, нам купить доллары? Ребята, нефть упала. До невероятно низких значений. Такого быть не может. Просто не может. А она упала. Мне говорят, доллар просто не может упасть. Ну-ну. Доллар – это не нефть, ребята. Вот он еще как может упасть. Вот. А по поводу нефти, что я могу сказать? Когда будет восстановление? Смотрите. Только что читаю высказывания. Я вообще оптимист. Вот. Вот. Высказывание Дональда Трампа. Перевожу. Ну, тут написано. Дед не позволит пропасть нефтянке США. Дословно. Мы никогда не позволим великой индустрии нефти и газа пасть. Я проинструктировал секретаря энергетики и секретаря трежери казначейства сформулировать план, который сделает фондом возможным то, что очень важные компании и рабочие места будут застрахованы на долгие годы вперед. Вот так дед мочит. Что это значит в переводе на русский? А это значит, что дед не позволит пропасть нефтянке США. Не будет нефть падать бесконечно. Все деньги саудитов находятся в Америке. Пусть попробуют договорятся. И, кстати, есть уже призывы к тому, что ОПЕК плюс-плюс-плюс собирается снова. Ну, это первое и второе. Сегодня, 21 апреля, истекает срок майских фьючерсов на техасскую нефть, WTI. Они закрываются. Это срок экспирации. И да, там было падение. И да, люди сбрасывают эти фьючерсы просто, ну, потому что они ничего не стоят, потому что все, завтра они будут экспирированы. И надо покупать новые майские. А новые майские стоят, я вам по секрету скажу, на 6 долларов дороже. Не майские, июньские, на 6 долларов дороже. Ой, нет, майские все-таки. Там у них сдвинуто. Вот. Следующие фьючерсы стоят сильно дороже. Это ситуация контанга. Это значит, что нефть вырастет. Однозначно. Поэтому, ну вот, я надеюсь, что я вас успокоил. Да, еще есть какие-то люди странные. Мне постоянно говорят, что будет дефолт. Я говорю, какой дефолт? Где дефолт? Будет дефолт. Да, будет дефолт. Будет. Скорее всего, будет дефолт. Но он будет на Украине. Вот там будет. Украина крайне близка к состоянию дефолта. Есть еще одна страна, если не объявила, то, в общем сказать, объявит еще раньше. Это Аргентина. Если вы живете в Аргентине или в Украине, то, в общем сказать, вам есть все, как бы, основания опасаться дефолта. Но не в России. Может быть, в Америке. Это не исключено. Но у Америки есть печатный станок. Она может напечатать денег и избежать дефолта. Долларов. А вот Украина доллары вряд ли напечатает. И Аргентина тоже вряд ли напечатает доллары. Поэтому Аргентина первый вариант. Первый претендент на выход. Украина второй. Там у Бразилии, говорят, проблемы. Но мы-то не в Украине, не в Бразилии, не в Аргентине. Мы в России. А в России дефолт не грозит. Успокойтесь, друзья. Дефолта не будет. Деноминации не будет. Более того, если вы посмотрите на то, как обстоят дела с российским рублем и с российскими акциями, вы увидите, что потрясающе устойчиво все выглядит. Поэтому успокойтесь. Не читайте в утренних газет, особенно Mail.ru и Rambler. Не слушайте Димуру, который известный у нас паникер. Слушайте меня. Подписывайтесь на меня. Сейчас поставьте лайк. И до встречи. С вами был Демитров Юрий. Субтитры сделал DimaTorzok